В эти дни мы празднуем сразу две важные для Ингушетии даты – день рождения региона и 245-летие вхождения республики в состав России. Увековечить славу спортивных достижений отпечатком ладони и автографом теперь можно в самом центре Магаса. Сегодня здесь торжественно открыли аллею спортивной славы. Павильоны, кафе, подземный паркинг и фонтан – все для удобства для отдыхающих. В церемонии приняли участие юзбеки в Куров и известные спортсмены страны. Лейла Гайсанова продолжит. Новая достопримечательность столицы принимает именитых гостей. На торжественное открытие аллеи спортивной славы приехали выдающиеся советские хоккеисты – тренеры Александр Якушев и Борис Михайлов, а также двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов. Глава Ингушетии юзбеки в Куров отметил и достижения гостей в истории отечественного спорта, и вклад ингушских спортсменов в общую копилку побед России на мировой арене. Мне приятно, что мы открываем аллею спортивной славы именно в присутствии этих людей. Эти легенды оставят свой след, частицу своего мастерства, своей легенды здесь, в республике. Почему я так говорю? Потому что нам это важно. Мы с вами создали юную команду, первая команда хоккейная в республике. Сегодня опять же эти же легенды дадут на пусть путь нашим хоккеистам. И будем надеяться, что сегодняшние мероприятия здесь, на этой аллее, дадут хороший толчок нашим ребятам, нашим пацанам, которые должны показать результаты. И вскоре заменить вот этих легендарных наших хоккеистов и радовать новыми победами. После торжественной части именитые гости, а также прославленные спортсмены Ингушетии оставили на аллее спортивной славы автографы и отпечатки своих ладоней. Я хочу сказать, значимое не только для республики, значимое для тех, для моих друзей, которые здесь оставили отпечаток своей руки. Потому что действительно это очень ответственное мероприятие. И надо сказать, я горжусь тем, что в столице Ингушетии будет такой отпечаток рук моих товарищей и других великих спортсменов. Здесь в целом спортивный праздник и открытие аллеи славы – это, с одной стороны, дань тем уважаемым спортсменам, которые прославляют республику. С другой стороны, это хороший стимул для молодежи, которая сегодня очень много присутствует на этом открытии, для того, куда надо стремиться, как надо жить, как надо работать. Развитие спорта в нашей республике с каждым годом выходит на новые уровни. Наши спортсмены постоянно нас радуют новыми достижениями. Вот молодые дзюдоисты Ингушетии и воспитанники детско-юношеской спортивной школы по боксу демонстрируют собравшимся свои навыки боя и получают ценные подарки за победу. Аллея спортивной славы в центре Магаса была построена довольно быстро. Перед строителями стояла задача сделать всё качественно и в максимально короткие сроки, что в итоге и было достигнуто. Мы полностью с нуля построены объекты. Объект, конечно, мощный, видно отсюда. Мне лично самому даже нравится. Я думаю, что жителям нашего города, Магаса, понравится это место. Отдыхать там для досуга. Мы здесь выполняли ландшафтные работы, озеленяли, благоустраивали эту аллею. Посадили очень много многолетников, летников. Надеюсь, что это всё понравится. Новая аллея стала продолжением уже существующей. Только здесь дополнительно построили различные павильоны, кафе, подземный паркинг и фонтан. Жители и гости столицы могут здесь с удовольствием отдохнуть. Очень нравится аллея спортивной славы. Неделю назад я здесь была, я вообще ничего не видела. Я даже удивилась, столько работы сделано, такая красота. Здесь очень красиво, интересно. Тут много разных вещей. Я буду приходить с друзьями и гулять здесь. Ингушетия всегда славилась известными спортсменами. Итоги прошлого года тому подтверждение. Наши спортсмены завоевали в различных российских и международных соревнованиях более 330 медалей. Из них 116 – золотых. Количество памятных плит на аллее, на котором сегодня оставили отпечатки своих рук, именитые спортсмены с каждым годом будут увеличиваться. Это должно вдохновить молодое поколение к ярким победам и новым рекордам. Лейла Гайсанова, Джамал Томасханов. Новости 24. Субтитры подогнал «Симон»